И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры. Нет другого имени под небом данного нам людям, которым для жалобы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. И приветствую всех от нашей Киевской архипископии. Вот сейчас там подключились онлайн жена моя, детки, внуки. И пока мы не виделись с вами, пока я не был у вас, уже стал и второй раз дедушкой стал. Так что теперь я дважды бабай уже. Ну, слово бабай здесь в Украине такое полгодушкой оказывается. А вообще-то, ну, по-татарски это дедушка. Я же татарин по материнке. Вот так что. И вот стал дважды бабаем уже. И очень рад. Надеюсь, сейчас в ней уже как раз тоже смотрят и внуки тоже. Вот и хорошо, что есть интернет. Слушайте вообще. Я Бога очень благодарю, что живем в такую эпоху, когда, может быть, и в разных городах, пожалуйста, и вместе в одном служении. Вот так вот. Вот, и, друзья, чем хочу поделиться? На самом деле, когда говорю в церкви, в своей ли церкви, или в гостях бываю, конечно, я часто беру такие, ну, тоже выборы. Даже у пастора спросил меня, о чем будет тема. Ну, больше благодати, вот о чем можно говорить? Больше благодати, вот на самом деле, утешиваться нашей общей верою, нашей верою в Иисуса Христа. Потому что, я так понимаю, большинство сидящих здесь в собрании людей уже, ну, в принципе, все знают. Только не летают. Ну, в общем-то, а Господь нам дал действительно летать в Боге, в Нем жить новой жизнью. И я хочу прочесть вот то слово из Евангелия от Иоанна, с первой главы. Вот в первой главе как раз говорит о Христе, о тайне Христа. И вот девятый стих звучит таким образом. Первая глава Евангелия от Иоанна, первая глава, девятый стих, звучит так. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». «Пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного, от Отца. Аминь. И, братья, сестры, действительно свет истинный, это сам Иисус Христос. Я верю, что, я говорю не только верующим, я это говорю и неверующим, когда общаюсь, я тоже говорю, что все доброе в жизни человека, все светлое, хорошее от Бога. От Отца Светов. И, действительно, это так. Он, Бог наш, даже если человек атеист. Даже если он не знает о Боге ничего. Все самое доброе и светлое в нем от Бога. Просто неверующий человек еще не знает этого. Он еще этого не понимает. Хотя, может догадываться, может так вот домысливать. Знаете, друзья, но на самом деле, когда человек обретает веру, когда приходит, переживает встречу с Богом, он понимает, кого благодарить. Он понимает, откуда в его жизни вот это светлое, доброе, святое, хорошее. И мы верующие знаем, когда благодарим, за что его благодарим, за все. Мы знаем, что наша жизнь это не совпадение, это не случайность, это не просто так вот получилось. Это свет истины. Братья, сестры, как вот пастор ваш сказал, я действительно протестант, да, протестую против многих вещей. Да, действительно, да. И протестант не обязательно. Это то, что в галстуке и без галстука, в костюмах, без костюмах. Нет, я знал и знаю людей порой и в галстуках, и в костюмах хороших, но они не протестуют, они не протестанты. А против чего я протестую? Знаете, и слава Богу, что и Пифания, и Владыка, и другие там отцы, и сейчас братья, идут путем такой, как бы, эволюционной реформации, скажу так. Эволюционной реформации, слава Богу за это. Поэтапно. Лучше, как говорится, 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. Пусть, пусть хоть по чайной ложке, но что-то идет. Хотя я убежден, что порой нужна не только эволюционная реформация. В некоторых вещах нужна и эволюционная реформация. Хотя мне в чем-то проще, конечно, знаете ли. Я не представляю себе на месте Епифания, когда тысячи церквей, и смотрят на тебя люди, миллионы людей. Конечно, здесь, знаете ли, ему не позавидуешь. Но я знаю того, кто может и огромные союзы церквей таких, конфессий, динаминации, и одного единственного человечка семьи выправлять, спасать. Свет истинный. Но, как вот написано было Иоанном тогда, к сожалению, так и сейчас. Мало что изменилось, честно говоря, за 2000 лет. Потому как Господь приходит к своим, и свои не принимают. К сожалению. Что было тогда, что сейчас. Но не все, правда. Те, кто принимают, он дает власть быть чадами Божьими. Которые рождаются свыше. Которые родились от Бога. Не от плоти крови. Не от хотения мужа там, а от Бога. Новым рождением сверхъестественным. Много чудес. Но это самое великое чудо. Частно говорю. Это правда, это на самом деле так. Мы даже в Киеве однажды, там в церкви, делали такое общение. Ну, как группа такая домашняя, можно сказать, расширенная. Общение такое было. Гости были. И вот каждому было слово. Каждый должен был сказать из собравшихся о каком-то чуде в жизни. О чудесах. Вот какое в его жизни чудо, самое такое памятное чудо. И люди называли чудеса. И слава Богу, я сам порой, некоторые уже слышал среди мельства, но с огромным удовольствием послушал еще и еще раз. И когда уже у меня был микрофон, мне нужно было подытаживать как бы все. То знаете, что я сказал? Что действительно много чудес всяких происходит в жизни человека. Но самое великое чудо, это рождение свыше. Самое великое чудо, что я детек Божий, сын Божий. Это самое великое чудо. Все остальное, оно бледнет в сравнении с этим великим чудом. Мы, кстати, там пели эту песню. Вот я вспоминал ее по дороге. Мы, кстати, ее давно не пели в церкви уже. Очень хорошая песня. Под небом голубы Есть город золотой С прозрачными воротами И яркою звездой А в городе дом-сад Все травы да цветы Гуляют там животные Невиданной красы Одно, как рыжий огнегривый лев Другое волк Исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый А в небе голубой Горит одна свиста Она твоя, о, ангел мой Она твоя всегда Кто любит, тот любит Кто светил, тот и свят Пускай ведет тебя свиста Дорогой в дивный сад Тебя там встретит Огнегривый лев И синий волк Исполненный очей С ними золотой орел небесный Чей так светил взор незабываемый Спасибо, Господь, спасибо Идем в этот дивный сад И это самое великое Самое драгоценное Все пройдет Это никогда не закончится Все пройдет Любовь, это не закончится Это лишь начало То, что здесь верующий человек Рождаясь свыше Здесь, на этой земле Переживает Это лишь еще Как, не знаю Как запах с кухни Это еще не сам обед Это еще Увертюра Это еще не Самое-то чудо Музыкальное Это еще только подготовка Еще даже Даже не увертюра Не-не-не Это еще настройки инструментов Еще Это только еще спев Это только еще Репетиции какие-то Дамы и господа Братья и сестры Это действительно Но, но, но Как с каждым моментом В нашей жизни С каждым чудом С каждым событием Когда Кто-то на нашем пути Исцеляется Кто-то освобождается От зла, да От греха Кто-то Переживает такое Духовное возрождение На этом пути нашем То каждый раз Это, ну скажу Самое великое чудо Для нас И еще И еще И еще Напоминание О вечности По сути Жизнь верующего человека Это Вечность Во временном В этом мире Это Да, вечная Безграничная любовь Которая умещается В простом Человеческом сердце Бог Которого Вся вселенная Не может уместить Он Нас Делает своим Храмом Храмом живым Храмом Который Действительно Величественнее всех Этих храмов Земных Величественнее всего На этой земле Что можно себе представить Только Человеческому Воображению Потому что Не видел Того Глаз Действительно Не слышал Это ухо И не приходил Вот у нас Сердце Человеку Что он нам Приготовил Любящим его И что нам Открывает И вот в том числе На собраниях Таких вот Когда мы Славим Христа Славим Бога Бог открывает нам Вечность Открывает Свою вечную любовь Я очень Богу Благодарен За это Эти дни в Киеве Я Причастия Совершал Из братьев И так вот И в трансляции Так вот тоже Подключались Моим подключались Рассуждали над словом Божьим Как раз вот первые главы Из Иоанна читали Размышляли О хлебе жизни О том Что Он есть Наша пища Недленная Вечная И не буквально А Ну и Действительно Духом Сердцем Умом В его Образ Удивительно Спасибо тебе Господь И это Таинство Веры Свет Который В нас И через нас Он сияет К окружающему миру По сути Этот мир Вся наша Истрадавшаяся планета Она нуждается В этом Да Правда Вся наша Истрадавшаяся планета Нуждается В этом Исцелении В этом Освобождении В этом Благословении И Печально Когда верующие Это мало Понимают Но Но все Понимают Так или иначе Это понимают И ответ Вот этот путь И Знаете Друзья Хочется Чтобы действительно Вот эта слава Иисусу Христу Засияла Здесь И во Львове И в Киеве На берегах Днепра Славилась Макают Нас И церквей Славилась Макают 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 Иисусу Христу 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 Луна, есть песня, нас спела в Днепр, Иисусу слава, Иисусу слава. Спевает вильно Украина, Люди в Украине, отнимайте руки, Прославляйтесь Сина, Він единый Бог, Він своєю кровью розірвав кайтани. Він достоин слави, Иисус Христос, Иисусу слава, Иисусу слава. Луна, есть песня, нас спела в Днепр, Иисусу слава, Иисусу слава. Спевает вильно Украина, Иисусу слава на веки, на веки. Иисусу слава на веки, на веки. Оплески Иисусу Христу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 семья, татарская семья, но, хотя раньше не были они религиозные никак, но обычно советские мусульмане, вот в принципе, как бы, особенно, никакой религии у нас там и не было, это сейчас там многие стали приобщаться к религии, но знаете ли, даже если и светские мусульмане, вот, нерелигиозные, все равно, когда речь идет о суде, то, знаете ли, там да, как бы, есть повод для печали больше для человека и горести, а тем более для религиозного человека, я проповедую порой и таким религиозным мусульманам и, конечно, когда я говорю о суде, упоминаю о суде, то, знаете ли, я вижу их реакцию, как страх есть такой, и даже основатель ислама, да, Мухаммеда, он, умирая, один из хадисов, достоверных хадисов, рассказывает о его смерти, последние минуты его жизни, в окружении сподвижников своих, он умирал, и в агонии металл по постели, и даже сподвижники подошли к нему эти товарищи его и сказали ему, что, о, пророк, как бы, значит, ну, кому-кому, а тебе, ну, как бы, не надо печалиться, уж для кого-то для кого, а для тебя место есть, точно Аллаха там на небесах, и вы знаете ли, последние минуты жизни этого человека, которым много воевал, ну, такой героический такой, как бы, человек, а он был в таком ужасе, и он сказал, что он боится суда Божьего, он боится приходить сейчас предвестовым Аллаха, ну, Творца неба и земли, потому что спрашивается суда, и он был честен в этом отношении, перед смертью, редко кто, знаете ли, комедия ломает, перед смертью, там не до того, когда смотрит в лицо человеку смерть, там уже обычно как раз, вот, на моих руках тоже умирали люди, и человек, он честен, человек, он честен перед собой и перед Богом. Но великое откровение Нового Завета, оно в том, что на суд-то все приходят, безусловно, но рожденные свыше люди, люди, принявшие Христа, познавшие Христа как своего личного Спасителя Господа, на этот великий суд, мы приходим не как подсудимые, а как свидетели Его, Христа Иисуса. И, знаете ли, это тоже волнительно, конечно, это тоже событие, шутки или вселенского масштаба. Даже если вас пригласят как свидетеля, допустим, на суд над одним человеком, допустим, и то это будет волнительно для вас. А представьте, суд над всем мирозданием, над всем миром. Шутка ли? Очень серьезно все это. Но, дамы и господа, великое утешение для нас есть, что во Христе Иисусе и через Христа Иисуса со скамьи подсудимых мы пересели на скамью свидетелей Его. Слава Богу! И это очень важная истина, друзья. Рожденный смыше человек, рожденный не просто от мамы, папы, а рожденный от Бога, новым рождением имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божьего, не имеет жизни. Гнев Божий пребывает над Нем. Но есть выход для всего нестрадавшегося человечества. Есть выход принять эту Божью любовь, принять это Божье прощение, Божью милость, жизнь вечную, дар Божий во Христе Иисусе. Этот свет, который просвещает всех, но всех-то просвещают и человекам, и животных, и растениям, мы им живем вообще, и движемся, и существуем. Все это мироздание просвещает. Но, друзья, просвещение, просвещение рознь. Наше христианское просвещение в чем? Чтобы не просто быть возле Христа, около Христа, не просто знать какие-то облески Его славы, Его сияния, а быть во Христе, и чтобы Христос был в нас. Упование славы. Самое великое таинство всех таинств. Свет, который в нас верующих. Не возле нас даже, а в нас, внутрь нас. И вода эта живая, он очень красиво, очень сравнивает вообще Иисус. Читаешь Адриана, восхищаюсь каждый раз. Так красиво сравнивать с живой водой. Прекрасно. И эта вода, которая в нас, она делается источником воды, текущей в жизнь вечную. Это хлеб живой, который мы кушаем. И удивительно, на земле нет такого хлебушка, что вот раз поел, и наелся на всю жизнь. А этот хлеб, вот раз вкусил, поел, и наелся. И не только наелся, а еще этот хлеб еще раз дает другим людям. Удивительно. Слава Богу. Так что, вот так вот, друзья. И молюсь, как православный реформатор, конечно, молюсь о том, чтобы миллионы и православных христиан, и католических разных верующих, протестантских верующих, чтобы мы все взирали на начальника веры, совершителя веры Иисуса Христа, чтобы это спасение, дар Божий во Христе, в нас и через нас в этом мире являлся. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас всех, возлюбленные братья и сестры. Тоже молитесь об этом, вот, и будете в Киеве, заходите в гости. Вот, и провожу семинары по истории христианства. Вот и пастор Михаил тоже сказал, что услышал в начале моей семинары. Вот, и в Киеве, вот, 17 марта, начало будет семинары по истории христианства, по вечерам, межконфессиональный семинар, потому что там будут, ну, порядка 20 разных церквей, общин христианских, христианских церквей, очень разных. Вот, так что это очень, так вот, для меня тоже очень ответственно и ценно, что вот эти конфессиональные барьеры всякие, межцерковные границы, они действительно до неба не доходят. И моя мечта, чтобы вот и в этих семинарах также являлся вот этот свет истинный для всех. Что было ясно, как Божий день, что ни в ком другу нет спасения. Что было ясно, как Божий день, что действительно у нас один путь, истина одна, жизнь одна. Вот, разные есть, конечно, форма служения, разные есть проповеди, разные есть, ну, порой и учения такие, порой очень странные есть в христианстве, конечно, согласен, но и чем дальше, тем порой так больше и больше удивляюсь этому. Но, как говорил Августин Блаженный, вот в главном у нас должно быть единство. А во второстепенном уже свобода, разнообразие, а во всем любовь. А в главном в чем? Вот как раз в этом свете, свет истинный, который просвещает всякого человека, в Иисусе Христе, в нем все наше единство, друзья, потому что убери Христа, оставь все остальное, это уже не христианство, по сути так. А даже если все остальное заберешь, оставь одного Иисуса Христа, это христианство, это христианство, потому что христианство – это Христос. Христос – это христианство. Христианство – это не традиции, не даже красивые богослужения, песнопения, что-то еще. Христианство – это сам Иисус Христос. И Евангелие, я вот это сравниваю, по сути, по совести, это послание, любовное послание, такое, человечеству, для всего человечества, от имени Бога Всемогущего. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других, вид его подобен кедру, на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный стучица, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Гряди, Господи Иисусе! Именно этим в Библии заканчивается, друзья. А это лишь начало. Это лишь начало будущей вечной жизни. Спасибо Господу за все, что на этой земле мы вкушаем уже этих вечных небесных благ понемногу. Того, что открывается нам Духом Святым, понемногу вкушаем, раскушиваем удивительный вкус этой божественной любви. А впереди свадьба и вечный медовый месяц с Иисусом Христом на небесах. Все закончится, как в старой доброй сказке, даже еще лучше еще. Все закончится, потому что... Почему лучше? Потому что это будет вечность. Вот. И потом там не будет серых будней. Знаете, это будет вечный медовый месяц с Иисусом Христом на небесах. И это восхитительно. Конечно, даже ангелы там в шоке просто. Как так? Что за любовь такая? Что за непонятная такая любовь, сверхъестественной Божьей любовь? Как? Творец неба и земли, всего видимого, невидимого. Бог пришел во плоти. Совершил все это ради нас. Я думаю, до сих пор ангелы от шока не дойдут от этого стресса. Как такое может быть вообще? Как такое может быть, чтобы Бог, возлюбив мир, отдал самого себя, Сына Своего Единородного, Свою кровушку за нас? Человеческому уму и ангельскому непостижимые вещи. Просто непостижимые вещи. Мы можем это лишь принять, осознать это бесполезно, невозможно. И лишь приняв, понемногу начинаешь понимать таинство этой божественной любви, таинство действительно спасения, рождения свыше. И все остальное пройдет, друзья. А вот это не пройдет никогда. И здесь, на земле, мы, да, собираемся на богослужение, собираемся на молитвы, на учения. Это хорошо, это прекрасно, но однажды это будет вечность. Однажды это будет нескончаемым потоком, вечной хвалой, вечным прославлением. И народы, разные народы, разные племена принесут туда славу свою. Прославить Бога всемогущего. Да, конечно же, и ленки, бойки, гуцубы все. Галычаны, галычаны. Ну, какой рай без галычан? Это и не рай. Это не рай, это так. Ну, вчера там, вот где Золотая Роза, значит, записывал там видео, подошел ко мне один там, одессит. Пообщались. Иврий, интересный человек такой, ищущий, интересующийся, подливый. Вот, значит, спрашивающий. Вот, и я тоже сказал ему, ну, какой рай без одесситов вообще? Ну, это ад, скорее, даже какой-то человек. Это не рай. А почему я так говорю? Потому что каждый народ принесет туда свое. Вот то, что Бог нам дал, каждому народу отмелил, да? И дал таланты какие-то, вот эти вот удивительные какие-то свойства. Вот это все во славу Его. Во славу Его. О, так что мы еще в небесной кам'ярне, мы пьем камы. Вот, да, значит, да. Это будет не просто камы по-турецки, да? Николи не будет у Холоздова. А вот как вот. Так что, представляете, друзья, вообще я просто восхищение, просто восхищение этого будущего. Вот, и от того, что Бог сегодня, сейчас нам открывает Духом Своим Святым в наши сердца, открывает понемногу вот этого райского. И любой человек ведь, даже если он, говорю, атеистом, отрицающий Бога, все равно вот этот свет истинный, он просвещает всякого человека ведь. И даже если атеист человек, допустим, не признает Бога как такового вообще, как Творца, когда он своему ребенку, да, вот, сам не съест лучший кусочек, а отдаст ребенку, да, он сам того не понимая, он уже приобщается к Божескому естеству, этот свет просвещает его, он просто это не понимает. Когда человек отдает жизнь за другого человека, да, он даже не понимая того, он уже приобщается к Божескому естеству, спасению, вот этому, ну, любви божественной. Но какое преимущество есть, если человек уверовал, принял Христа верою, и вот эту веру, эту любовь, надежду реализует в своей судьбе. Друзья, это восхитительно. Это восхитительно. И я убежден, что в эти последние времена христианство действительно преобразится. Как вот говорится о церкви, это не утопия ведь, братья, сестры, что церковь, не имеющая одна порока, чего-либо подобного, но святая и непорочная церковь Божья. Это не утопия. Это не фэнтези, мечты. Нет, это правда. Это то, что Бог хочет видеть. Слава Богу. Пусть Господь благословит все вас, возлюбленные. Держитесь Иисуса. Любите Господа всегда. Любите Иисуса. Потому что христианство – это Христос. Потому что Христос – это христианство. Все остальное – это только лишь культура, религия, традиция. А по сути, это Христос сейчас, сегодня, здесь. Пусть Бог благословит вас. И через каждого из вас пусть Бог исцеляет больных, утешает малодушных, поддерживает падших и восстанавливает. Пусть Господь через каждого из нас совершает свои деяния. Потому что Он хочет этого. Он хочет, чтобы все не спаслись вообще. Он хочет спасения всех и каждого. И когда приходит человек на наш путь жизненный, это не просто так. Я в этом убежден. И убеждался много раз, и все больше и больше в этом убеждал я. Что это не просто так. Даже когда просто попутчики, когда просто рядом мы. Когда нет возможности прямо человеку свидетельствовать о Христе, просто улыбнись Ему. Это будет порой сильнее многих слов. Знаете ли, просто там, не знаю, угости его там кавой. Это порой лучше проповеди действует. Вот я убеждался много раз вообще. Ой. И даже когда нет возможности помолиться за человека, вот так вот в открытую, помолись в тайне, в сердце своем, помолись. И Бог благословит и вас, и того человека, за кого ты молишься, благословит. Благословит и утешит. Это великая благодать. Наибильше просто. Бильше благодать. Выше человеческого ума просто. Выше нашего понимания. Я в это погружаюсь. И всем это рекомендую сделать. Слава Богу. И, конечно, самое великое, это Он в нас, а мы в Нем. Этот свет, который через нас действует. Я лично прошу Бога сегодня тоже на служение, там, среди вот вас сейчас молясь. При лицом всемогущего Бога, и при лицом всех Его ангелов, здесь собранных, пред вашим лицом, братья и сестры, прошу Бога всемогущего, из вас, но из себя в первую очередь, конечно. Прошу Бога о том, чтобы этот свет в нас, во мне всегда сиял. И никакая тьма не погасит этот свет. Пусть этот свет сияет ярче. Как порой там, допустим, фары, да, автомобили, да, если заляпано стекло, ну что мы будем, раз протеревать тяпочкой, о, совсем другое. Лампа та же, накал тот же, но вот раз уже ярче намного сияет, а то заляпано. Бывает так, что жизнь этого мира, просто грязь этого мира порой заляпает, и оно вроде, ты включил, хоть на дальний свет даже, а очень быстро встретится. Просто сотри это, просто сотри. Чтобы сияло, действительно, это через тебя. Свет Христов сиял. Я это и себе говорю. А стирать как? В молитве? В общении с Ним? По крайней мере, вот за себя скажу, когда начинаешь погружаться в Него, общаешься с Ним, молитва, это, ну, слово такое, общение с Ним, правильно сказать, общение с Ним. Когда общаешься с Ним, это эти как бы фары, это свет, это стекло, как бы оно, туское стекло, оно вычищается, вымывается. Когда, а когда заляпано, то и себе нехорошо, и окружающим плохо. А Бог хочет, чтобы и нам было хорошо, и окружающим было хорошо. Вникать в себя, в учения, заниматься всем постоянно. Я, не знаю, нахожу в этом удовольствие и пользу огромную. Слава Богу. И, помните, пример приводил я про эти вот огурчины, про баптизу, баптизу, крещение, да? Вот, действительно, когда пример, такой приводил я и вас здесь, в Альбоме тоже, и у себя в церкви не раз уже рассказывал об этом. Знаете, баптизу, вот это, баптизу, слово, означающее погружение, да? Но в старом греческом означало не просто погрузиться, а там остаться, пребывать и просаливаться всем этим. И вот для описания соления огурцов использовалось это слово баптизу. Малосол, они и не читали баптизу. Веки, да, это еще не баптизский бурец. Да, Малосол, нет, Малосол, конечно, он хорош по-своему. Он внутри еще свежесть сохраняет, да, на шкурке там соленка уже. Но греки не читали это баптизу. А баптизский огурец, какой они называли, баптизский огурец, да, какой это, который прошел полностью просолку, который полностью пропитался и имеет соль внутри себя уже. Не просто на шкурке, а внутри себя имеет соль. И вот тогда греки говорили, баптизу, все, он просоленный уже огурец. вот, и это в наречии кое, в этом наречии. Ну, еще прокраска ткани тоже обозначалась как раз этим словом баптизу. Ну, так что, вот, товарищ огурцы, да, солитесь, в принципе, солитесь, наука на самом деле очень простая. И вот, Александр правильно сказал, в принципе, что говорите, в принципе, очень простая все. Запусть огурца самая первая какая? Не дергайся. Просто не дергайся, просто расслабься, расслабься. Потому что будешь, ты вот так вот сжат, и соль ты не проникнет. Просто погрузился, и расслабился, и все, и вот пропитываешься благодатью, по-любому. Да. Так что, чтобы однажды Господь так достал тебя так из баночки, так вот хрустнул, так, о-о, баптизу. Вот это я понимаю. Вот. Так что, да. Ну, для ангелов это не касается, а для людей это, это еще как надо. Слушайте, мы же живем во временном измерении, и вот процесс баптиза имеет свои вообще удивительные свойства, удивительные. Этот свет, который в нас проникает каким-то образом, он в нас проникает, как вот, не знаю, как соль в эти огурцы. Спасибо Господу за все. Так что, просаливаемся, пропитываемся им, его любовью. Вот. А соленые огурцы, они полезны и для салата. Знаете, для вегрева, допустим, да? Там даже не надо солить специально. Если есть несколько соленых огурцов, просто полезно, перемешал, и уже все солено блюдо. Так что, даже если в этом городе много несоленых, товарищи, да, еще, но что делать? Всяких же людей есть, да? Но когда вместе, мы помешаемся, вроде как, уже и соленых, уже и вкус. Львов уже, о, Господь так запустит ложку, о, смачно. Да, вот это вкусно. Так что, пусть звучит хвала Господа. Я заметил, что просадивание, что помогает? Пропитывание Богом, да, вот этого света, проникновение в нас, помогает, вот, прощение, вот это вот, ну, это все помогает. И кому как, кстати, кому-то больше, вот, чтение слова, да, кому-то больше, допустим, делание добрых дел каких-то, допустим, другим людям, там, я не знаю, у всех свои методики какие-то, вот, у всех свои какие-то, вот, наработки такие, кому-то часами молиться, кому-то, не знаю, да, евангелизируется, да, кстати, тоже кому-то помогает, а сомнение, а ведь, положение давать, точно, вот, много всякого в этом мире хорошего, но, знаете, самое главное, вот, пребываем в нем, в его божественной любви, вот, и позволяя его свету, в нас пребывать, не при старых, и тогда, действительно, чудеса и знамения сопровождают жизнь нашу, верующих людей, тогда, действительно, Бог является своей милость, благодать, просто удивительнейшей благодатью, спасибо тебе, Господь, спасибо, благодарю тебя за то, что свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, он сияет в нас, верующих, и через нас, и в этом мире, благодарю тебя за эту, бибшую благодать, за эту удивительнейшую благодать, человеческому, да и ангельскому, умам непостижимую благодать, Боже, за спасение, дар Божий, твой святой дар, во Христе и Иисусе, Господе нашему, благодарю тебя за эту милость твою, что не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились мы, благодарю тебя, Господь, и как приняли Христа верой, так и ходим в Нем, пребываем в Нем, пропитываемся им, Его любовью, благодатью, милостью, совершается баптизо, Господи, великое таинство в нас, верующих. Спасибо тебе, Господь, благодарю тебя, милостивый Царь, Боже, благодарю тебя, слово стало плотью, и не только тогда, в лице Иисуса, оно становится плотью, сегодня, сейчас, в нас, верующих, оно становится нашей жизнью, частью нашего естества, спасибо тебе, милостивый Царь, благодарю тебя, благоставляю моих братьев, сестер, благоставляю церковь, биржу благодать, благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа, и пусть смершаются твои деяния, Господь, как тогда, 2000 лет назад, хотя мы их назвали деяниями апостолов, святых, но, по совести, положа руку на сердце, это твои деяния, это деяния Духа твоего, Святаго, которое и сегодня, сейчас продолжается, Боже, благодарю тебя, Боже, славащий, да благословит тебя Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь, светом лицом Своим, и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя, и даст тебе, и даст тебе, и даст тебе, Иисадом Мои панат алейха вея селеха шалом. Бешем Иешуа Галмошиах, Иешуа Машихейном, во имя Иисуса Христа Месси. Бог Аврама Исаака Якова, Отец наш, сущий на небесах, да скатится имя Твое и добредет Царствие Твое. Благослови народ Свой миром, посети виноградник, насажденный Твоей рукою, и благослови виноград сей по богатой Твоей милости. Благослови народ Свой миром Своим, Своим светом просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Боже, Ты в нас поселился, Ты в нас живешь и через нас сияешь в этом мире. И никакая тьма не погасит этот свет, свет Христов, просвещающий всех. Слава Тебе Господь за все. Аминь. Братья и сестры. И я очень Богу благодарен за все. Благодарен Богу за то, что Он совершает Свои деяния в нас верующих. Когда мы с Ним, когда мы в Нем, то действительно сверхъестественная вот эта жизнь, она просто удивляет, восхищает. Вот, я Бога очень благодарю. Как, допустим, вот муж, жена, да, любят друг друга, живут вместе, любят друг друга, да, рождаются дети, потом внуки. Вот, и когда мы живем в Боге с Господом, это мы становимся плодоносными. Мы рождаем очень многое. Вот в нашей жизни рождаются эти плоды. Слави Его. Пусть Господь благостает всех вас, дорогие друзья, во имя Христа. Люблю всех, благоставляю, благоставляю Львов. Часто молитвы вспоминаю, не часто бываю во Львове, но часто молитвы вспоминаю в город. Вот, и славьте Иисуса Христа здесь. Не забывайте здороваться здесь по утрам, особенно славы Иисусу Христу. Потому что смотрю, что-то стали ли люди забывать стали. Я на счет здороваюсь так, а люди на меня смотрят. Нет, ну я отвечаю там, ну нет, как будто, не знаю, что. А может быть, туристы. Ну, более так-то ладно. А то шастаются они. Ну, понятно, туристы, туристы, вроде нет. И, знаете, я верю в великое будущее Украины. Я верю, что Бог здесь, великое свое пробуждение, не просто там, даже не ради вот сейчасшнего дня совершает, а ради великого будущего. Что здесь Украина действительно благословением станет для многих народов земли, многих народов Европы, многих народов земли во имя Христа. Да, это даже многие проповедники говорили тогда еще, ну не помню, лет 20 назад говорили, что вот даже флаг Украины, появившийся на политической карте этого мира, это не просто так вот, знаете ли, вот с бухты-барахты. Нет, это как бы символ, еще знак вот этой, вот этой жатвы, вот этого изобилия хлеба, духовного хлеба изобилия. Я в это верю, друзья, я тоже в это верю. Я знаю, что это так действительно. Пусть Господь благословит вас. Да, сегодня, конечно, непростое время, вот, но я молюсь, что обычно в эти дни, как раз непростые времена, очень много интересного рождается. Потому что я к другому, так до Бога. И многие люди обращаются к Богу всмогущему. Благословляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аминь.